Всем привет-привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня у нас 3 декабря, совсем мало времени осталось до Нового года. За окном у нас уже настоящая зима и самое время подготовить дом предстоящим праздником. А это не только украшать елку и готовить разные вкусняшки, а еще это прекрасная возможность привести свой дом в порядок и сделать его еще уютнее. И пока я готовлю себе завтрак и завариваю ароматный кофе, я поделюсь с вами, что ждет вас в сегодняшнем видео. Давно хотела навести порядок в шкафу в коридоре. Увидите удобную систему хранения, которую я сегодня применю. Будут небольшие переделки, немного преобразим в новогоднюю елочку. А если вы досмотрите этот ролик до конца, вас ждут классные покупки из интернет-магазина Валберис. Я достала уже елочку со шкафа, прежде чем наводить там порядок. Достала елку, она у меня там лежала. Проверяю гирлянды, как говорят. Одну, сейчас найду еще вторую. Так, елочку хочу немножечко изменить. Шишки хочу покрасить. Тут не все покрашены в белый цвет. Вот, коричневая. Хочу покрасить в белый цвет. Поэтому сейчас, прежде чем ее собирать, сейчас буду красить шишки. Бей mira. Это очень вкусно. так смотрите у меня такая вот интерьерная краска так застелила я уже сейчас покажу я купила в строительном магазине она для всего кроме металла сейчас будем пробовать буду пробовать красить шишки оставлю вам котиков на заднем плане крош крош давай 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 отсюда ты можешь сейчас краску чтобы безобразничать пока буду красить остальные а вы пока посмотрите на котиков так чтобы придать какую-то заснеженность нашим шишкам сейчас я их посыплю обычной сотой сюда должна приклеиться к шишкам а остальное мы просто потом уберем сейчас они выглядят вот так немножечко подождем пускай сюда немножечко приклеится в краске впитается не знаю какая-то реакция должна там произойти потом мы лишнее кисточкой сметем и получится эффект заснеженных шишек вот у меня как он валится крашу остальные ну и пока наши шишки на льдах веточках сохнут давайте приступим к уборке в коридоре хочу прибраться вот здесь в шкафу огромный шкаф купе у меня здесь всяка билиберды напихано так надо поубирать уже и летнюю обувь кроссовки ничего у меня еще не сложено есть вот такие вот коробки они в разобранном виде сейчас я буду их собирать всеми понравилось коробочки да сима это разве для тебя это разве для тебя мальчик ой ты моя красотулька хорошо тебе туда укладывайся укладывайся вот ему надо коробки помощники мои а у меня получилось 6 коробок и 2 почему-то без крышки я посмотрю я просто наверно не принесла крышки так а теперь у меня есть вот такие я распечатала и вырезала сейчас я наклею чтобы можно было подписать и будем знать что у нас здесь находится можно подписать карандашом можно маркером можно потом стереть если вы напишите карандашиком что-то поменяется чтобы можно было переподписать а и а а а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну что ж, давайте посмотрим результат моего расхламления, моей уборки, мне останется только помыть зеркала в шкафу. Так, ну переноску для котов я оставила так без изменений. Вот так вот расставила коробочки. Так, света, конечно, маловато. Так, попробую с этой стороны снять. У меня куча свободного места появилась. Просто куча. Даже не знаю, в этом шкафу можно жить. Смотрите, как там все классно получилось. Коробочки две без крышки. Я их тоже поставила, заполнила. Я найду крышку и накрою потом. Я пока ничего не подписывала, не знаю, придется заново все перебирать, вспоминать, искать, где у меня что. Хотелось уже быстрее закончить, показать вам результат. Ну а потом, так, это мои коробки из фикс прайса, из фетра или из чего-то там. Ну, в общем, тканевые такие, мягкие. Я их использую, да, мне нравятся. Полочки у меня пустые. Это получилась совсем пустая полочка. Так, я тут что-то пыль не протерла, сейчас протру. Так, здесь у меня тоже пустая получилась полочка. Не знаю, здесь стоят аксессуары, такие средства для обуви, крема разная. Так, здесь я оставила два таких вот поддона. Я на них ставлю обувь. Ну вот, как-то так. Мне мой порядочек, моя организация хранения очень понравилась. Очень. Я еще вот подпишу, и будет вообще супер, суперудобно. Так, сейчас я буду мыть зеркала. Ну и в завершении моего видео хочу поделиться с вами покупками, находками на сайте Валберес. Вот такой вот фен я его взяла Маше в подарок на Новый год. Очень мне понравился. У многих девчонок он в роликах используется, в ТикТоке и в Инстаграме. Поэтому я решила ее порадовать и заказать ей на Новый год вот такой вот фен. Приходит хорошо упакованный в пупырку. Здесь три режима. И маленькая есть инструкция по применению. Руководство пользователя на русском языке. Потому что на упаковке инструкции нету. Так, я проверила и на пункте выдачи проверила. И все хорошо работает у меня. Так, здесь у меня биби-крем. Здесь в упаковочке 40 грамм. Он корректирует несовершенство кожи, маскирует покраснение, пигментные пятна, скрывает темные округи под глазами, глубоко питает и смягчает кожу. Действующие компоненты это экстракт авокадо и витамин Е. Вот такой вот коллаген плюс витамин С. В капсулах здесь 120 капсул. Густота и рост волос, уменьшение целлюлита, здоровье суставов, рост и качество ногтей, нормализация работы ЖКТ. Не знаю, попробую. Не все хвалят вот эту вот упаковку. А по мне так вполне экономичная упаковочка. Все равно я пересыплю сейчас в свой какой-то контейнер, чтобы мне было удобно пользоваться. Так, здесь есть и противопоказания, здесь есть и рекомендации по применению. Три капсулы два раза в день во время еды. Так, это не лекарство, это комплексная пищевая добавка. Так, ну и противопоказания, если вам интересно, вот, почитайте. Так, я открыла упаковочку. Вот здесь такой вот дип-замочек, капсулы. Смотрите, какого цвета. Такие зеленовато-желтые или даже как, ну, фисташковые что ли. Так, сейчас покажу вам ближе. Так, у меня вот есть такой контейнер. Сейчас я попробую туда пересыпать, и мне удобно будет принимать. Это контейнер для специй на 4 отделения. Ну, я почему-то им не пользуюсь. И вот, я думаю, что как раз он сюда пригодится. Я думаю, что так будет удобно пользоваться. Смотрите, какого они красивого цвета. Ну, турка, да, я не всегда пользуюсь ей. Ну, вот, сегодня вы видели, утром я заваривала себе кофе в ней. Но, кстати, заявленных сколько тут, 440 миллилитров здесь нету. Как бы на маленькую чашечку. Ну, может быть, на две маленьких чашечки. Ну, ничего страшного, я буду пользоваться. Ну, а здесь у нас набор кухонных ножей из 6 предметов. Я думаю, что мы будем с вами готовить, и они будут частенько у меня в обзорах. Так, здесь продавец позаботился, положил такой вот маленький подарочек. Обожаю, когда кладут такие небольшие сюрпризики. Это патчи под глаза. Так, здесь у нас тоже рекомендуют отсканировать QR-код, чтобы получить инструкцию по этому товару. И благодарим за покупку. Написали. Ножи изготовлены из высококачественных материалов, металлического лезвия и керамической основы. Все упаковано. Смотрите, носики все были вот так вот безопасно упакованы. Они универсальны, подходят для нарезки любых продуктов, овощей, мяса, рыбы. Благодаря острому лезвию можно легко нарезать сыр и хлеб. Ножи имеют стильный дизайн, который подойдет для моей кухни. Ой, для моей, для любой. Да, для моей он тоже очень подойдет, этот набор. У меня кухня такая в бело-черном стиле, поэтому подойдет. В комплект с ножами идут нож поварской, 20 сантиметров. Это вот такой. Нож для хлеба, 20 сантиметров. Это такой вот он с зубчиками. Нож для нарезки, 20 сантиметров. Так, нож универсальный, 12 с половиной сантиметров. Это вот этот нож для чистки овощей. Вот он такой маленький. Ну, можно, конечно, пользоваться, как кому будет удобно. Можно и придерживаться описания. И в комплект идет еще керамическая овощечистка. Я еще ничего не пробовала. Поэтому как-нибудь в следующем ролике мы обязательно с вами попробуем. Идут в такой вот подарочной упаковке. Очень красиво. Очень вот в такой вот бархатной подложке. Ну, прям мне очень понравилось. Буду пользоваться. На этом я буду заканчивать свой ролик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Очень рада была с вами провести это время. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok